Добрый день! Мы самооборона города Славянска. Вчера, 16 числа, в 23.18 поступил звонок со стороны Адамовки. Наша группа, три человека, выдвинулась разведчиков проверить. На пересечении проспекта улиц, уходящих на Христыще и Никольское, за этим переездиком, нас остановил человек. Мы сняли георгиевские ленточки, ну как сами понимаете, нужно было сделать для этого. Становил человек, невысокого роста, такой крепенький парень, лет 22. У него был в руках айфон огромный, то ли передвигались они, то ли что еще. Остановил, спросил, добрый вечер, как проехать на город Горловку? Вы представляете, в самом таком месте, где Горловка, где трасса, где Славянс, непонятно. На что я ответил, а как ты вообще сюда попал? И со стороны кустов сразу он ушел в сторону. Я смотрю, человек поднимается с обрезом, я успеваю закрывать дверь, он наносит оружейный выстрел в мою сторону. Я закрываю, как потом на таком месте оказалась вот такая дырка. Кстати, сейчас я покажу вам, да, давайте, пожалуйста, покажу, с чего они стреляют, да, смотрите. Это на медведя, ребята. Обратите внимание, да, вот эта штука, да. Это оказалось в машине, мы достали. Фотографии мы вам предоставим, да, какая машина и дырка, да. Смотрите, это на медведя. Пыш, смотрите. Вот. Мы подняли руки, ребята, вы что делаете, что вы творите, да. Они выходите с машины. Мы вышли с машины. Вот, может быть, это было как бы... Ну, я думал, что поубивают нас всех. Может быть, припугнули, скорее всего, это как бы припугнули, да. Мы вышли с машины, они обыскали нас, обыскали машину, ничего у нас не нашли, потому что у нас не было георгиевских ленточек. Мы сняли, так как мы ехали проверять. Говорят, нам нужна ваша машина. Вот. Я, на что я ответил, ребята, там таксист, он ни в чем не поверен, потому что мы взяли такси и проверили, чтобы у нас ни машины, ничего не было, получается так. Мы поехали, значит, они захватили машину. Я попросил, ребята, пожалуйста, кто из вас верующий, да. Не убивайте его, пожалуйста. На что они ответили мне, да, все будет нормально. Они выдвинулись обратно сюда, на блокпост, вот, ближе к рыбхозу. Он их высадил за перекрестом, опять же, на Христыще, Никольское, только в сторону, ближе Славянское. Вот. И все. Как бы все это произошло, да. Мы приехали опять на пост, сообщили ребятам нашим, да, казакам всем, они подъехали сюда. Ну, и мы начали дежурить, то же самое. В общем, все успокоились. Проходит час, два, три, где-то в 3.15, как точно вам говорю, да. Со стороны лесопосадки было какое-то движение. Вот. Передвигаются скрытно, пробежались, упали, пробежались, упали. Мы выдвинулись проверить туда. И как раз один из человек, один из самообороны города Славянска, человек начал приближаться к ним. Остается 20 метров. Кидается то ли самодельная граната, обычная, то есть железки есть, мы предоставим все у вас. Кидается граната по этому человеку. Он в сторону, граната взрывается. Там получается вот такая примерно около 50 сантиметров. Даже может быть, ну, может меньше, может быть чуть-чуть воронка осталась. Ну, соответственно, мы ответили огнем. Осмотрелись, то есть опять никто туда не шел. До пяти утра начался рассвет, мы пошли туда. Ничего не оказалось, увидели их лежбище. Там было примерно около топтания, около трех человек. А хотя, когда захватывали машину, их было шесть человек всего лишь. Значит, какая-то группа где-то еще сейчас бродит. Это однозначно, они разделились. Обстреляли, в общем, все, они ушли, проверили. И, получается, где-то примерно в часа три дня поступил звонок еще, что в лесу видели человека с рюкзачком и с обрезом. Молодого человека. Наши ребята выдвинулись туда, получается, все-таки поймали его, загнали там. Потому что он ни местности, ни дороги не знает. И на данный момент мы передали его соответствующим органам, которые решат, что и как там и так далее. А кем он представился? Он представился, зовут его Юрий. Он из Львовской области, сказал, город Стры. Их подготавливали около полугода. Это с сентября месяц, он сказал, да. Их готовили в Риге. Под Ригой какой-то там небольшой, то ли город, то ли поселок он называл, я не запомнил. Это Рига, Латвия. Их подготавливали конкретно именно там.